Еженедельно глава района Роман Сенеговский проводит выездные рабочие планерки, на которых вместе со специалистами администрации решают проблемные вопросы, касающиеся самых разных отраслей, начиная от реализации краевых программ и заканчивая ремонтом объектов социальной сферы. Глава района Роман Сенеговский посетил детскую школу искусств Целинного сельского поселения. В школе занимается 176 ребят из поселков Целинный и Голубая Нива. Занятия проходят по нескольким направлениям – художественное, хореографическое, народное, музыкальное. Спасибо, спасибо. Молодец. Много мальчиков занимается на баяне? Да. Три девочки, восемь мальчиков. Девочки у нас на аккордеоне, а мальчики на баяне. В школе уже был сегодня? Учишься нормально? В каком классе? В пятом. В сельской местности значение детской школы искусств трудно переоценить. Это настоящий центр культурной жизни поселка и близлежащих территорий. Здесь всегда кипит жизнь. Школа оснащена всем необходимым оборудованием для занятий – музыкальными инструментами. Благодаря краевой программе приобретено современное фортепиано, на котором заниматься одно удовольствие. К слову, таких профессиональных музыкальных инструментов в районе всего два – в детской школе искусств имени Григория Пономаренко и в школе искусств поселка Целинного. Но, несмотря на хорошее материально-техническое оснащение, здание школы обветшало. Оно было построено в 70-е годы прошлого столетия. В 90-е годы переоборудовано под школу искусств. Сейчас необходимо провести ремонт здания, сделать отмостку и решить проблему с грибком на стенах. Роман Сенеговский дал поручение Управлению строительства заняться этим вопросом. Пусть рабочая кровля стоит, штукатурку по кругу Тамара Александровна подремонтируют. Давайте, может быть, посчитаем покраску, раз мы же сюда зайдем, да? По краску, да. Ну, покраску посчитать. Отмостку сделаем, по кругу отмостку сделаем и разобраться с этим грибком. Ну, я тяжело верю в эти все инъекции, но если работает, давайте. Также в ходе рабочей поездки глава района посетил Петровское сельское поселение, где строится новый парк. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и государственной программе формирования комфортной городской среды, жители получат благоустроенную комфортную зону для отдыха. В парке разместятся спортивные и детские площадки. Дорожки выполнят из плитки в центральной части парка и по периметру. Поставят удобные скамьи для отдыха, сделают красивое освещение и озеленение. Глава района поставил задачу подрядчику четко соблюдать график строительства, обеспечивая при этом высокое качество работ. Напомним, что в целом по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году вместе с парком в Петровском сельском поселении благоустраиваются парки в хуторе Голицын, станицах Анастасиевской и Черноярковской, поселки Забойском. На общую сумму свыше 92 миллионов рублей. Анна Монасаренко, Игорь Иванчиков, программа «События».